Что лучше покупают, Моздам или Гауди? Моздам начали, ну, его не там начали продать, начали продавать очень хорошо. Пока что того, конечно, будет больше, поскольку нужно раскручивать. Здрасте. Почему он так зафасован в какие-то пакеты, чтобы легче было что-нибудь? Ну, это просто да, потому что мы в коробку отправляли. Это на наш магазин поедали. Вот я сегодня утром вот это ел. Это с курагой. Это здесь красит? Красится и там, и здесь. Это Моздам? Моздам стоит на обсушке. Еще через неделю мы его поставим в теплую камеру, плюс 22. Там будет дозревать еще 3 недели. 11 декабря. Говорят, что чем дольше он выдержал сыра, тем лучше. Да? Ну, вообще, да, конечно. Ну, просто у нас, так скажем, не очень сильно культура потребления сыра. То есть, у нас, ну, привыкли, как правило, сыр, что он будет работать, да, с утра. Вот. А вообще, конечно, да, да, конечно. То есть, все покупают сыру, правда, 2-3 тысячи килограмм, когда он выдержит, там, вот два, да, и даже более. Вы варите два раза в день, в неделю? В неделю три. Три по сыру и по творожным продуктам. Эта камера у нас пока что используется как раз под созреванием Моздам. Здесь тепло, мы не включаем этот холодильник, мы ее на город обогреваем. Потому что для него нужна температура плюс 22. Ну, а сколько Моздамов денег вы производите? В день мы на Моздамах берем 100 на 800 и вам. Вот у меня это, да, 100 на 800. Или вы и 2-300 берете, я смотрю, или 100 на 800? Да, это нокаута, 100 на 800 на Моздам. Сколько раз мы красим? Ну, в худшем варианте 3 раза. Вообще, ну, 2 раза. Да. Потому что сейчас он долго не лежит, да, мы буквально вот покрасили и вот созрел сразу же ушел. Когда, если он лишь больше, то он может позже? Я все пытаюсь сказать, что покрасьте вот розовым цветом, но только с желтыми точками. Ну, вроде интересно, как земляника, чтобы было. Потому что вот я, мы побывали вот, когда в Германии ездили, смотрели, в том числе, я там Павлу Григорьевичу привозил. Там разные сыры, они же интересны с точки зрения внешнего вида. Там вини-коровы, еще как-то. Они же как-то красят, почему бы нам это не сделать? Вообще-то мы можем ежедневно перерабатывать 5 тонн сына, 5 тонн молока, так? Нет, немножко поправлюсь, не ежедневно, а в сутки, если работают две смены. Потому что, если, например, это ежедневно, то есть параллельно, мы выгрузили один, у нас разлетает, следом его загрузили опять же. У нас немножко под это все не рассчитано. Но с некоторыми доработками, теоретически это возможно. У нас на это количество формы рассчитаны на одну варку, пресса, солильный бассейн. Посмотри, будучи в Голландии, на ферме, мы видели, как оборудование используется два раза в сутки, две смены. И у них четыре дня используются по две смены, а два дня они профилактикой занимаются, чистят оборудование. И поэтому, если у тебя одна варка это две с половиной тонны, то две варки это пять тонн. Если правильно организовать работу, то в день ты можешь в две смены переработать пять тонн молока, так? Да, до вот этого момента, да. То есть переработать, да. Сорезготовитель переработал, слили, опять залили, переработали. Но дальше, следующий технологический процесс здесь уже немножко... Это вопрос уже, как ты это организуешь, потому что в зависимости от того, какое ты... Ты можешь один раз варить, допустим, Моздам, другой раз Гауду, третий раз вообще таборожную массу, четвертый раз еще что-то. Вот так мы делаем, да. Да, но в конечном итоге, я считаю, что нам же нужно, чтобы оборудование работало с напряжением каким-то, а не вот так вот. Два дня варим, пять дней стоим. Здесь еще, Павел Николаевич, тут еще вопрос реализации тоже. Подождите, это второй вопрос. Я говорю о том, что мы сейчас разные... То есть нужно, как это, расширить линейку, потому что если все время варить Гауду, то знаешь, что произойдет. Конечно. Это затоваривание. А если все время разное, то, скорее всего, мы найдем продажи. Второе. Нам эти наши соседи говорят, что сделайте вот пармезан. Причем вот у вас хорошо получается, вы можете, то есть изменив низкую технологию, но мы у вас заберем сразу весь. Потому что если вы правильно сделали технологический, он будет по вкусовым качествам нам подходить. Мы будем, для них там вообще восемь тонн, это не проблема. Там десять тонн продать вот этого. То есть нужно под покупателя производить. И поэтому вы оставляете свою линейку, делаете еще вот этот пармезан, который, значит, они заказывают. Тогда получается, что оборудование загружено, потому что у нас задача была перерабатывать пять тонн молока в сутки. Ну, номинально, да, номинально, да, мы на это способны. Другое дело, что к этому надо стремиться. Мы делаем сейчас, например, варку сыра, а после этого варку творога. Ну, то есть в один день. То есть мы, да, две загрузки делаем, перерабатываем. Подожди, если вы делаете так, то вы должны переработать на четыре-пять тонн молока. Попробовать, потому что творога мы не делаем такого большого количества. Свежего творога из-за того, что задерживается реализация. Да, да, да. Ну, это второе уже к реализации. Мы не номинально загружаем, просто изготовители. Сейчас постепенно народ распробует творог, и после этого начнет покупать его массово. Ну, мы так считаем. И сейчас еще мы немножко... То есть почему? Вот, например, на прошлой пятницу мы варили тоже сыр. Сейчас немножко перед праздником мы опять звали, потому что мы уже видели камеру, ну, достаточно загруженный сыром. Вот, на праздничные дни она работает, да. То есть сейчас уже запас определенный есть. Хорошо, а скажи мне, вот смотри, вы производите творог, да? Угу. Сколько дней срок реализации творога? Десять дней. Вот видишь. То есть это правильно рассчитать варки. И если ты ассортимент расширяешь, то не вопрос вообще. Я думаю, что можно правильно все сделать так, чтобы даже при достаточно низкой реализации можно все загружать. Правда, что... Ладно, мы пошли. Хорошо. Хорошо. Серило. Хорошо. Хорошо. Редактор срена. Видимым ш prosecution Environment России. Продолжение следует...